Государственная поддержка – один из главных элементов развития сельскохозяйственной отрасли республики. Льготное кредитование как больших предприятий, так и мелких производителей дает региону главное – хороший урожай и дальнейшую перспективу развития. Механизм предоставления преференций постоянно совершенствуется. О перспективных планах по дальнейшему развитию отрасли – далее в сюжете. Смысл льготного кредитования в сельском хозяйстве просто понятен. Товаропроизводители берут кредиты под будущий урожай и на ближайшую перспективу. От того, насколько выгодно будет такое финансовое вложение, при этом не забудем и о каждодневном упорном труде, и различных природных катаклизмах, и зависит искомый результат. В любом случае, развитие собственного, а особенно регионального производства всегда очень выгодно. Речь идет как об экономике вообще, так и о кошельке простого покупателя. Солидное федеральное финансирование не обошло стороной и нашу республику. Если говорить о товаропроизводителях республики, то они активно участвуют в реализации механизмов льготного кредитования. За 2020 год ими привлечены льготные кредиты в сумме 4 миллиардов рублей. Это в 3,2 раза больше уровня 2019 года. И льготные инвестиционные кредиты в сумме 0,6 миллиардов рублей. Это порядком где-то на 1,9 раз больше уровня 2019 года. По сведениям Минсельхоза России, республика находится в тройке лидеров субъектов Российской Федерации, выполнивших план льготного кредитования крупными и средними бизнесов за 2020 год. Отметим, что по оперативным данным Минсельхоза нашей страны, Мариел находится в числе лидеров среди регионов, которые выполнили план по льготному кредитованию крупного и среднего агробизнеса за минувший год. Сейчас все хозяйства республики работают в штатном режиме. Продолжается зимовка скота, идет активная подготовка к весенним полевым работам. Совершенствуется, причем на федеральном уровне, и механизм льготного кредитования. И здесь есть точечные понятия, которые напрямую относятся и к нашей республике. Для отнесения заемщиков к малым формам хозяйства увеличена размер этого дохода с 120 миллионов рублей до 200 миллионов рублей. То есть это расширенный круг потенциальных получателей этих льготных кредитов. Еще одно направление обозначено на закупку зерна широтов, аминокислот, витаминов, кремиков для комбикормовской предприятий. И также есть направление на приобретение и занесение кодов маркировки на отдельные виды молочной продукции, а также на сопровождение аппаратно-программного обеспечения для целей маркировки и средствами идентификации отдельных видов молочной продукции. Данное направление очень актуально, в первую очередь для предприятий, которые производят коры и мороженое. И до 1 июня должны приступить к маркировке данной продукции. Для тех, кто производит сливочное масло и сгущенное молоко, такая обязанность возникнет с 1 сентября. Механизм льготного кредитования постоянно совершенствуется. В ближайшей перспективе запланирован ряд селекторных совещаний Федерального министерства с нашими регионами. Местные производители смогут не только доложить о текущей ситуации, но и задать проблемные вопросы. А самое главное, на основе этих пожеланий и будет выработан дальнейший механизм субсидирования отрасли. Все это вкупе даст не только развитие экономики страны в целом и отдельного субъекта в частности, но и новые рабочие места, стабильные цены на сельхозпродукцию на местном рынке, а самое главное, большой выбор любимых продуктов для жителей нашей республики.